Добрый день! Моё сообщение посвящено неизданной книге Лисицкого, над которой четыре арифметических действия, над которой Лисицкий работал в 1928 году. Вот на экране обложка папки репринтного издания. Уже это издание было осуществлено в 1976 году в Кёльне, в галерее Кристины Гмужинской. И в него входило 12 листов оригиналов. Естественно, это были не развороты. И то, что мы видим, это работа современного художника, кому поручили сделать нехитрый дизайн. Это папка. То есть к оригинальному изданию эта картинка не имеет отношения. А вот, естественно, логотип Лисицкого был сделан в 1924 году. Он хорошо известен и постоянно публикуется. И в том числе он печатался на деловых бумагах. Вот такой фирменный стиль Лисицкого. Полгода тому назад нам повезло. В Эрмитаже проходила выставка «Утопия и реальность» Лисицкий и Чита Кабаковых. И вот фрагмент экспозиции этой выставки «Утопия и реальность», где на заднем плане известный плакат Лисицкого к советской экспозиции в Цюрихе, работа 1929 года. Вообще, это отдельный сюжет. Есть о чем поговорить. На первом плане пролетарии – это макет, реконструкция по эскизу Лисицкого 1920 года «Трибуна Ленина». И вот уже на длинной стене, куда указывает палец зрителя, это картинки из книги «Четыре арифметических действия». Вот это те самые картинки, та самая папка, о которой я и стал рассказывать. В итоге в экспозиции были не оригиналы, а репродукции вот этих 12 листов. Они выстроены, ну так, вполне вроде бы симпатично, но экспозиционеры совершенно не подумали о конструкции этой книги, потому что предполагалось, что книга должна, конечно, как и любая книга, состоять из разворотов. Титульные листы «Колофон». Я их сшил вместе, на самом деле все в этой папке отдельные листы, и мы здесь видим название «Лисицкий», «Кёльн». И на «Колофоне» 76-й год, это видно, да, потому что все читабельно, у меня небольшой экран, тираж 200 экземпляров. Этот номер 12-й и картинки из этого номера предоставили мои друзья и коллеги, которые у нас выступали вот на первой конференции голландские собиратели Стоменс Леменс из Немегина. И забыл сказать, ну, напомнить, что эта выставка «Утопия. Реальность» была подготовлена голландским музеем, где находится фонд Лисицкого, это музей в городе Эндховене, а музей в Анабе называется. Дальше выставка поехала в Москву, была она осенью в Мультимедиа музей, потом она еще куда-то поехала, но стартовала она в 12-м году в Эндховене. И подпись «Чернилами» – это сын Лисицкого, Йен Лисицкий. Попытаемся представить конструкцию этой книги, вообще какова идея этой книги. Вот по картинке на экране можно сразу такая подсказка, что это детская книга, четыре действия. Вот здесь еще такой очень условный рисунок. Эскиз должна была быть сделана в форме индекса или алфавита, как называли раньше телефонные книги. И первую книжку, естественно, Лисицкого, сделанную в форме алфавита, индекса – это шедевр конструктивизма. Это книжка, сборник стеклов Маяковского для голоса, изданная в Берлине в 1923 году. Там тираж точно неизвестен, между двумя и тремя тысячами экземпляров. Следующая книга в форме индекса, которую делал, ну не книга, конечно, каталог, брошюра – это путеводитель Всесоюзной полиграфической выставки. Этот каталог Лисицкий вместе делал с своим молодым коллегой Соломоном Теленгатором, который еще только в 1925 году приехал в Москву из Баку. Эта книга сделана также в форме индекса, только здесь индекс идет, выстроен по горизонтали, и тетради наплывают сверху. Вот первый шмут с титул, значит, это более короткая тетрадь, следующая имеет шмут, выделенный фиолетовой краской, значит, до полного формата, нарастает по вертикали. Попытаемся представить, ну это такое мое фотошопное рисование, оно совершенно неверно, по одной простой причине, что не могло быть, конечно, на четыре раза повторены четыре действия, потому что там должны были быть другие картинки, но принцип вот тот же самый, как и в книге Лисицкого «Для голоса». Тот же самый принцип пиктограмм и вынесение оглавления вот в правый край. То есть, и, конечно, здесь выделены текстом названия этих действий. Книга должна, возможно, была начаться вот с такой заставки, с надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь», которую Лисицкий превратил в слоган или в игру, и вот «Пролетарии всех стран» – это Европа, Америка, Азия и так далее – соединяются или объединены вот этой революцией, символом революции «Красной звездой». А герои этой революции – человечки, пролетарии, буквенные человечки. Почему я сказал «возможно»? По одной простой причине, что макета этого издания, по сути дела, нет. Во всяком случае, он никогда не воспроизводился. Кроме этих 12 листов, в разных источниках воспроизводятся еще варианты этой книги, и в том числе составленные развороты, вот как мы сейчас увидим, эти развороты уже составлял я. Итак, содержание этой книжки для детей, здесь нет никакого текста, есть только подписи, даже не слоганы, как в известной книге 1922 года «Супрематический сказ по 2 квадрата в 6 постройках», также Берлинское издание, издательство «Скифы», только название действий. Но содержание этой книги явно политическое. Оно не только про арифметику для малышей, но и про политэкономию. И в связи с этим, почему политэкономия, почему эта книга имела такое политическое содержание? Прежде всего, 1928 год, когда страна села за парту, и полуграмотной массе советских граждан нужно было объяснить выгоды и результаты строительства нового общества, активный поиск нового графического языка. Этот язык связан с Венской школой. Основателем этой школы – это социально-политический институт, музей, простите, Вене. И директор его был Отто Нерет, а художником, он был философом, марксистом, экономистом, а художником был австрийский художник Герт Арц, художник-коммунист. Вот схематичное рисование, доведенное до формул. Именно Венский метод был у нас взят в основу из-за статистики. Герт Арц приглашает в Москву в 1935 году в известное наше издательство, которое занималось изобразительной статистикой из-за статам. Я взял несколько картинок из блокнота агитатора 1934 года, где вся графика абсолютно формализована. Сюда входили не только рисование овечек, кораблей и машин, но даже количество прогулов. Не видел, как изображается количество прогулов, но у нас без этого, видимо, было никак. Такое условное рисование. И пример уже детской книги 1932 года, автор Болотин о рисунке Бориса Покровского. Вот рисование человечков, рисование рядов, количество рядов. И стало основой Венского метода, когда, естественно, человек помнит не цифры, их сложно удержать, наверное, нет смысла, а помнит количество рядов. Где больше рядов, там, наверное, и победа, там и успех. Вот рисование человечков. Лисицкий делает своих формализованных, буквенных человечков. Попытаемся прочитать вот это арифметическое действие. Значит, если сложить туркмена, узбека, белоруса, украинца, кавказ с русским, то получится СССР. Вот такой пример. И здесь написано внизу «Союз Советских Социалистических Республик». Вот не шесть, а получается СССР. Все буквы рисованные – это эскиз. Еще вариант сложения. Если сложить крестьянина, красноармейца, рабочего крестьянина и красноармейца, то у нас получается три товарища. Вот подписи здесь имеют важное значение, такая политучеба. Задачка на вычитание. Было четыре Вани, ушло три Вани. Все Вани составлены из буквы А. Голова отрисована развернутой горизонтальной буквой Э. А это верхний ряд, а нижний ряд – Е. Флажки – это буквы М. Что получается в результате? У нас получается один грустный Ваня. Почему грустный Ваня? Мы вот видим лицо его с вопросительным знаком, отрисована форма носа и рта. Это вопросительный знак, развернутый на 180 градусов по горизонтали. Один Ваня. Пример умножения. Ну вот, не уверен, что я нашел правильное решение, но вариантов в этой подборке из 12 листов было немного. Значит, один красноармеец умноженный на 10. Тут еще мишень, рисунок мишени. Притом стреляют он в него в винтовку, похожую на бильярдный кий. Получается набор букв, ну, можно составить слово «отпор». Это уже моя, отпор врагам. Это моя вольная фантазия. Конечно, важно здесь не это, а важно очень формализованное рисование. В этот альбом входит еще один лист с другим вариантом, примером, действия сложения. Мы уже сложили рабочего красноармейца и крестьянина, но там были другие буквы. Значит, Лисицкий использует для торса или ног курсив под наклоном, что придает ощущение движения, конечно. А вот головы, первая это голова Ю, да, развернута так с плечами. И дальше повторяющиеся знаки буквы О. Некоторые из них развернуты. Такой омаж футуризму. Я увеличил картинку, и здесь мы можем понять, насколько детально нарисован эскиз, сделаны эти буквы. Они очень, конечно, условны, а вот головы вполне антропоморфные, потому что мы видим, что у всех одинаковый абрис, а вот глаза у людей разные. Здесь это буква Т, здесь это буква У и Ю. Развернутое ухо изображает литера С у всех одинаково. Шапочки, да, разные. Р, Д и Е. И вот красноармейцы тоже развернуты буква Р. И вот в качестве такой концовки к этой книге, но не концовки моего рассказа, видимо, действительно должна была быть последняя страница. Мы видим здесь циркача, жонглера, который жонглирует восклицательным знаком и крупными точками. Предполагается, очень многие исследователи пишут о том этой книге, о политическом содержании этой книги. Но практически мало говорится о том, что эта книга должна была быть сделана из материала наборной кассы, точно так же, как была сделана книга для голоса Лисицкого 1923 года. Мы ее видели в начале, потому что не только тексты, но и все рисунки, все изображения в книге для голоса были наборными. В основном очень простое рисование, только из линеек. Вот 1927 год – это пик наборного рисования. Такое очень странное гримаса производственничества, когда стало настоящим спортом рисовать наборные обложки. Известное издательство Евдоксии Ивановны Никитиной, это коммерческое издательство, оно существовало довольно-таки долго, это целое общество, клуб. Вот издательство Никитиной выпускало современную литературу, классиков русских, даже собрание сочинений. Вот здесь три, а их больше на самом деле. Обложки Соломона Теленгатора. Все это рисование из наборного материала. Здесь ни одна линия не нарисована. Рисовал, ну вот можно сказать, рисовал наборчик, при том дело это в фантастически короткие сроки, то есть какие-то конкурсы даже производили. Ну, трудно сказать, а может всего там за три или пять часов это можно вообще-то не представить, потому что все изображение состоит из одних линеек. Вот здесь, значит, какие знаки, здесь есть точки, линейки разной длины и скобки. Кроме того, есть пробельный материал, вот тоже линейки, которые выгибаются по абрису. Естественно, для такого рисования необходим был эскиз, тем не менее, ну и желателен художник, который стоял рядом, конечно, с наборщиком. Поэтому можно заключить, что и книжка Лисицкого должна была быть сделана, четыре арифметических действия из наборного материала. Как пришла идея, откуда пришла идея буквенных человечков? В 1928 году, летом, Лисицкий, после своего возвращения из длительной поездки в Европу, 21-25 годы, где он устанавливает контакты с художниками европейского авангарда, дизайнерами великими, в 1928 году Лисицкий летом вновь едет в Европу, летом он отдыхает в Австрии, потом он едет в Германию, в Мюнхен, Кёльн, Ганновер. И наверняка встречается со своими коллегами Дуйсбергом, Швиттерсом. И наверняка он видит эту книгу, если не в 1928 году, он мог увидеть ее уже в 1925 году. Потому что книга на немецком языке, перевод которой «Чучело или пугало» в сказке, была напечатана в Ганновере, автор текста Курт Швиттерс, а дизайнеры Кэти Стэнц и Дуйсберг. Книга тоже из буквенных человечков. Вся она набрана из материала наборной кассы. Вот Евгений Штейнер в книге 2002 года «Авангард и построение нового чека» пишет о политическом содержании детских книг, советских детских книг, а потом уже в интернетовской статье у него есть рассказ, про что эта книга. У меня есть подстрочник этой книги. Вообще такая дадаистская литература. Сейчас посмотрим картинки из этой книги, и я расскажу, о чем она все-таки. Героем книги является пугало огородное, которое установлено в саду или во дворе. Оно префранченное, у него есть цилиндр, у него есть трость, он одет в пальто, перепоясан, буква Х, Х. И более того, у него есть там, цитата, «красивая шаль». Вот «красивая шаль». Важный элемент, который будет потом перепрыгивать с одной страницы на другую. Но героем этой книги является даже не само пугало, а вот эта палка, трость или дубинка. То есть как бы символическое орудие, палка, трость – символ власти. Значит, пугало олицетворяет аристократию буржуазии. На смену приходит вот этот крестьянин рабочий. Да, забыл сказать, что во двор выходит курица с цыплятами. Вот они отбирают, обижают пугало, отбирают эту трость. Потом появляется хозяин фермы, крестьянин, выгоняет курицу с цыплятами. Сам отбирает трость. И, наконец, появляется юное поколение, 25-й год, время активной борьбы фашизма с коммунизмом в Германии. И уже молодое поколение берет палку в свои руки. Вот центральный разворот этой книги. Как сделана шаль? Очень важный декоративный элемент. Она все время меняет свою форму, превращается иногда в гусеницу. Вот она всюду разная. Она сделана из одного элемента, повторенного много раз. Развернута друг к другу на 90 или на 180 градусов. К сожалению, я крупно ее не развернул. Но можно догадаться, увидеть, что это все один и тот же элемент, повторенный несколько раз. И вот последний разворот этой книги. Я его сделал с репринта. То есть мы имели дело сначала в книжке «Четыре арифметических действия» с фоксимильным изданием, теперь с репринтом. Что объединяет книжку «Четыре арифметических действия» и книжку Швиттерса, Дуйсберга, Пугала? Конечно, политическое содержание, вытянутый формат и буквенное рисование, наборное рисование. Если говорить о литературном качестве этой сказки, то это обращик дадаистской литературы. И в нем очень много вот таких звукоподражаний и слов, действия пинков, тычков и каких-то ударов. Но откуда пришла идея? Это видно издалека? Нужно читать, да? Не нужно, отлично. Откуда пришла идея Швиттерсу? Не они первые придумали буквенных человечков, а уж, как нам теперь видно, и не Лисицкий. А придумал итальянский футурист Франческо Канжуло. В 2016 году он придумывает книгу, начинает делать эскизы, сейчас мы это увидим, «Кафе концерта или алфавит сюрпризом». Да, забыл сказать, что в книжке Лисицкого, хотя это алфавит, даны не все буквы. И еще забыл сказать, что на одном из разворотов, увы, это очень плохое качество, я не принес, не решил его показывать. Напротив страницы, где четыре арифметических действия, то там, где у нас был регистр, есть эскиз располагался с написанным лисицким реально алфавитом. То есть он представляет знаки, весь алфавит, ну, естественно, русский, а вот дальше уже с этими буквами начинают происходить всяческие превращения. Что такое «Кафе концерта»? Это же «Кафе Шантанна», как у нас говорят. И «Бар Фалибержер», можно вспомнить картину известную, «Мане», где публика собирается вечером, пьет напитки и смотрит программу. Это программка, театральная или вот такая программка артистов, клоунов, циркачей, дивертисменты всяческие. И, как я сказал, Канжула придумала эту книгу в 16-м году, но издана она была только в 19-м. Здесь и написано, что это программа. К сожалению, в разных источниках по истории графического дизайна по истории графического дизайна приводятся одни и те же изображения. Мы сейчас их увидим. Увы, не разворотами, а отдельными полосами. Я воспроизвел вот репринт вот той самой тетради, над которой работал Канжула с 16-го года, тоже с очень подробным рисованием, практически потом полностью повторенным в 19-м году. 19-й год, книга. Очень важный год для истории графического дизайна, просто пик. В 19-м году выходит книга Филиппа Томазо Маринетти «Слова на свободе». В 19-м году выходит шедевр вот такого наборного рисования, уникальный сборник Софьи Георгиевны Мельниковой, или на обложке написано «Просто Мельникова». Артиза, издание «Тифлис, 41 градус», посвящен всем, кто был, видимо, в этот момент в «Тифлисе» были влюблены в Мельникову, значит, эту книжку делали и Крюченых, который в это время был в «Тифлисе», и Зданевич, и Игорь Терентьев. В 19-м году выходят два шедевра, самые отвязные книги, типографские книги Игоря Терентьева, «17 ерундовых орудий» и «Трактата в сплошном неприличии». Именно там Терентьев разворачивает буквы кверх ногами, укладывает их просто на бок и превращает вот в такие типографские картинки. Ну, здесь виден подстрочник и видна программка, программа, значит, директором этого, значит, кафе-концерта является Маринетти. Ну, это чисто такое программное заявление, не потому, что здесь его текст, а потому, что все издания итальянских футуристов обязательно начиналось с того, что перечислялись сначала все футуристы, и первым из них был Филиппо Томазо Маринетти. Ну, и дирижер Франческо Канжуло, ну, конечно, дирижер построения этих книг. Итак, вот «Зеленый» – это набор, это уже набранная книга. Предыдущая картинка – это были эскизы. Все они набраны из элементов наборной кассы, некоторые знаки повторяются. Внизу фрагменты из популярных итальянских песенок того времени. И дальше мы видим человечков. Канжуло очень близко их повторил. Отмечу, что часть человечков, судя по всему, все-таки это были рисованные знаки. Их воспроизвели в технике штриховой цинкографии. А вот эти уже строки песни, конечно, это набор. И мы здесь видим, что очень подробно отрисованы, практически просто повторено. Потому что это эскиз, это набор. Да, книжка была напечатана на двух цветах бумаги – синий и розовый. И вот заканчивая уже книжку Канжуло, здесь кулисы, театральные кулисы. Героями, естественно, и этой книги являются клоуны, циркачи, артисты. И вот концовка уже моего рассказа – тоже у нас опять клоун, который подбрасывает кегли, подбрасывает шары. Нужно отметить, что уже конструктивисты, и в том числе Лисицкий, причесали футуризм, построили все это, сделали его более схематизированным. Содержание изменилось. Если у Канжуло – это буржуазная публика, которая развлекается вечером, то у Лисицкого – это строители нового будущего. Вот эти маленькие человечки, кирпичики – строители нового общества. И заканчивая сюжет с циркачем, я привожу спинку задней крышки книги «Слово предоставляется Кирсанову». Книга очень известная. И здесь тоже присутствует циркач, стихотворение называется «Циркач стиха», и оно построено уже не из букв, ну, то есть из двух, конечно, но не из одной-двух-трех букв, а из слов. И, естественно, это стихотворение, ну, декламатор из меня плохой, читать его не буду. Откуда пришла эта идея все-таки? Вот «Каллиграмма Аполлинера», 18-й год. На этом заканчивается история буквенных человечков. Повторю то, что книга, да, как мне кажется, должна была быть исполнена в наборе, вот, что, естественно, это разворотом. Количество страниц, вот, судя по всему, ну, такая неполная тетрадь, тетрадь 12, Такое же количество было в книжке Швиттерса «Пугалы» или «Чучело». Ну, вот на этом вроде бы все. Спасибо.